здравствуйте дорогие друзья дорогие товарищи господа и дамы дети внуки смысле сыновья дочери внуки бабушки и дедушки ибо все вы составляете аудиторию данного канала я читаю комментарии замечаю упоминание о возрасте и все очень хорошо я вас благодарю за то что материально поддерживаете канал за то что пишите эти самые комментарии все это очень здорово и хорошо но сегодня я хочу сказать что никого не хочу обидеть никого не хочу обидеть не принимайте близко к сердцу пожалуйста то что я скажу потому что музыкальные вкусы у всех разные и обижаться на то что чей-то музыкальный вкус отличается от вашего но довольно нелепо потому что я же не обижаюсь на людей которым нравится песня алла пугачевой например и более того я знаю очень много приличных и хороших людей с которыми я дружу и общаюсь которым нравится даже не алла пугачева копайте глубже не буду называть имен чтобы никого не обидеть опять таки так вот я прихожу в недоумение от того что например когда люди говорят что им не нравится группа битлз но это воспринимается как-то так спокойно но не нравится на что ничего не понимаешь там и и и все или ну не нравится и не нравится но как-то все происходит спокойно достаточно хотя на мой взгляд музыка группы битлз и битлз является таким маркером камертоном то есть если человек не понимает не слышит не любит скажу музыку группы битлз то он в общем в рок-музыке не очень хорошо но ничего страшного не абсолютно ничего страшного то есть вот но с битлз как-то так более-менее спокойно все происходит но стоит сказать что тебе не нравится группа pink floyd боже мой что такое начинается просто я я на себе это испытывал много раз когда пишешь хотя в основном это интернет аудитория потому что я знаю очень много очень многих отличных музыкантов с которыми я говорил про группу pink floyd и ну кому-то нравится кто-то абсолютно равнодушен к этой музыке кто-то посмеивается игрушу ну да вот при этом никакой зависти или чего-то такого даже близко нет то есть ну как музыка эту и эта музыка и эта музыка эта музыка нравится это не нравится то есть я к этой группе абсолютно равнодушен могу сказать мне очень нравится пластинка the dark side of the moon одна из моих любимых вообще в череде в ряду от любимых пластинок которых которых очень много и так сайт of the moon там не главное среди них но тем не менее я ее очень люблю все же остальное просто ну как-то как-то так за некоторые вещи когда я слушаю некоторые вещи pink floyd мне становится неловко даже за музыкантов то есть как-то так ну за исключением первых двух альбомов потому что первые два альбома с сидом барреттом это отдельная история это это прекрасные пластинки эпохальные ключевые там как угодно можно их называть но это очень хороший просто на мой взгляд музыка на мой взгляд да и не только кстати на мой сгубы пинк флойд стала pink floyd стала брендом стала известной именно за первые два альбома дальше можно уже говорить они здесь создали шедевр там один шедевр другой шедевр третий шедевр но в принципе толчок к популярности толчок известности толчок к звездности был сделан на первом альбоме the paper the gates of dawn чтобы кто ни говорил это это факт жизни просто и подтверждение тому очень простое есть поскольку после второго альбома ничего такого внятного довольно долго группа не записывала потому что ну кстати о популярности я скажу да чтобы чтобы все-таки реабилитироваться как-то были очень интересные концерты блестящие концерты за счет которых популярность это и росла 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 подтверждением тому служат опять-таки пластинка ума гумов концертный альбом студийный альбом вообще не рассматриваю то есть если бы там не было название pink floyd я не знаю кто бы вообще это слушал потому что ребята тоже касается пластинки more саундтрека да если вы там не было написано pink floyd что там слушать и что там любить я не честно говоря не понимаю вообще за исключением двух а точнее полутора песен гилмора тяжелых таких хороших но такая до музыка песни но про атом хатмада я отдельный ролик запишу потому что это такой не конфузно такой странный артефакт конечно про который надо говорить отдельно и я согласуюсь с критиками что первый такой внятный альбом собственно pink floyd который можно назвать полноценным хорошим альбом это more в смысле этот медал про мой ответ что говорил да вот этот самый медал 1971 год вот он красавец такой хороший да и если говорить о моих личных пристрастиях то эта пластинка наверно после the dark side of the moon у меня на втором месте если говорить вообще о моем отношении к pink floyd пост барротовскому то есть барротовский это не трогать вообще в пыль сдувать с него это шедевр вот и после the dark side of the moon the dark side of the moon это наверно втором месте у меня по по музыке если говорить о музыке вообще pink floyd хотя и следующий альбом который вышел после этого он тоже очень интересный я тоже о нем поговорю отдельно вот но медал он действительно полноценный хороший хороший с тем самым звуком который и сделал pink floyd для массовой аудитории уже тем pink floyd который вот который вышивая хи этом вот это все вот это вот эти вот пространные длительные такие длинные композиции боюсь сказать умные вот это все пришло конечно с медалл не с низ атом хатмада а вот отсюда и тут как-то так внятно все сыграно в отличие от всего что было до того вот ли от сейчас страшного магума где концертная часть очень хорошая на мой взгляд а студийную я уже повторяюсь да и more вот это вот это все конечно атом хат а здесь сыграно группой и сыграно внятно понятно что вообще происходит чего музыканты хотят и я много раз писала о своем таком спокойном скажем так отношении к дэвиду гилмору как гитаристу ну он на мой взгляд да он просто однообразный гитарист у него прекрасный звук за счет звука он вытягивает все что угодно просто мастер этого дела но играет то есть виртуозом я бы его не не назвал конечно играет спокойно красиво потому что пентатонику некрасиво сыграть это надо очень постараться а он в принципе сиди сидел всегда в блюзовых историях если говорить о гитаре за исключением может быть не некоторых вещей отдельных которые кстати здесь есть тоже и за исключением альбома animals который он вытащил практически своей гитары со своими этими уменьшенными аккордами и гармоническими поворотами интересными если бы не гилмор там вообще бы ничего бы не осталось от пластинки и не мусс а что касается в мэдл ну все знают да на 16 каналов уже было записано все по-взрослому серьезно и чем мне нравится эта пластинка тем что она совмещает с одной стороны и вот этот самый как бы поздний pink floyd который вырос отсюда до с песни и кос на вот этой самой и и остались еще бартовские штучки здесь вот то что происходит на первой стороне гармонические мелодические построение аранжировки инструментарий как все сыграно там это просто отсылка к все дубары там именно по музыке только вот по подходу по конструкции музыки очень очень интересующие красивые хорошие песни замечательно ну про one of those days говорить нечего все знают да что это сыграно на бас-гитаре с ревербератором все это услышал дэвид гилмор то что вот раз наиграл продублировал на гитаре в другом канале звук получился умопомрачительный и и из этой истории реверберационный понеслась вся эта замечательная песня со страшным рычащим речитативом серединке очень интересная космическая вещь и опять-таки она вытащена за счет гитары гилмора за счет вот этих страшных слоев гитарных которую тут туда по на записывал мощно настолько мощно настолько круто что конечно за счет вот этого звука они убирая или убирая или наверное всех тех кто всеми в первом году играл записывал пластинки может такой гитарный шквал сделал даже даже хотя бы в одной этой песне ванна с дэйс и конечно это очень подкупает это очень такая штука сильная скажу я и не скажу что она очень интересная скажу что она сильная и что она подкупает и продает пластинку сразу эту что касается дальше и love wins замечательная полу акустическая история опять-таки по построению по мелодике по гармонии по звуку по всему это все это школа сида бар это все оттуда пришло также как и блестящая песня фирос просто она просто замечательная и вот этот ход ну неправильно спел да но это какой-то привет лодзепель на легкий к акустического периода там третьего альбома но не так все равно не так и все равно очень красиво очень прозрачно психоделично как угодно можно говорить просто просто все просто очень здорово очень хорошо и слушаешь понимаешь что это очень сильная хорошая группа хорошая пластинка без претензий без каких-то попыток сделать внеземной шедевр как на предыдущем альбоме что вызывает оторопь честно говоря ну сантропе не знаю это какая-то достаточно дурацкая вещь она ироничная до сатились сатирическая под влиянием психотропных препаратов за написано и придумано ну ну да все может быть конечно семус вот эта штучка настолько безумная да да настолько безумная пес лидера группы humble pie оставался в студии да и его голос там солирует хороший блюз хороший будет стив мэриот которую я имел ввиду он научил своего пса выть когда он начинал играть блюз когдасти а humble pie всю дорогу играла тяжелый белый блюз очень жесткий очень тяжелый про хамбл по я их обожаю про них поговорю отдельно вот и когда этого пса оставили мэриот уезжал в тур или куда-то там оставили в студии пинг флойд его они дружили с мэриотом начали играть блюз пёс тут же за выл они все записали очень смешно очень здорово получилось ну а что касается эхо экос это как я уже говорил это в тысячу раз лучше чем ума гума 2000 раз лучше чем атом хатмада но на мой взгляд скажут а кто он такой чтобы судить да никто им немножко играю на гитаре и несколько десятков лет слушаю музыку вот это все мне еще сравнивать просто я понимаю как это сделано все ну ну что мы полотно составлены из 40 или 30 там кусочков сколько там они записали получилась цельная такая история мне больше всего нравится там момент когда из блюзовой гонки вот такой около блюзовый быстрый все улетает в белый шум очень кайфово я не иронизирую очень здорово это белый шум вообще не такое что это сыграно гилмором на гитаре просто замедленно очень воспроизведение в несколько раз и с реверберацией с обработкой все это очень красиво ну и мелодия красивая вокальная все хорошо все в меру все очень длинно очень умно очень проникновенно очень космически да но если иметь ввиду что в то же самое время играла группа софт машин рядом то как-то 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 но с одной стороны софт машин это все-таки джаз а пинг флойд с другой стороны это все-таки поп музыка поп-музыка в хорошем смысле то есть это внятная мелодия понятная простая гармония запоминающаяся не тревожащая нас и все в общем хорошо поэтому пойду пить и все до новых встреч пока